Угроза расправой, ставка на счётчик, психологическое давление. Всё это, казалось бы, осталось в 90-х годах. Ровно так же думал и я. До этого момента. А если у меня не получится деньги отдать, то как мы можем вопрос решить? Никак. В смысле никак? Ну, хуже только потом будет. Бабки отдаёшь, всё... Ну, а если не получится отдать, то что мне делать? Да что ты материшь, сотрудник, ё-мая? Ну, проявляй уважение. С тобой человек уважаемый, говорит. Всем привет, с вами Патриот. И сегодняшняя тема очень серьёзная. Я записываю этот ролик в первую очередь для вас всех, чтобы вы никогда не попадались на уловку таких злостных мошенников. Просто представьте такую ситуацию. Вы живёте спокойной жизнью, завтракаете, обедаете, ужинаете. У вас свои цели в голове, планы на будущее. И тут в прекрасный день вам пишет курьер, который хочет, очень хочет доставить вам посылку. Даже если вы отказываетесь и сами не хотите, он всё равно очень настойчиво предлагает вам её доставить. Говорит, бесплатно, денег никаких не возьму, просто посылка важная и требует вашего внимания. Что же вы ответите данному персонажу? Да я думаю, вы согласитесь и скажете, вези сюда, давай посмотрим. Для этого нужно подтвердить свой адрес, что и сделал мой друг и очень зря, потому что они сразу его нашли и приехал уже не фейковый курьер, а настоящий бандит из 90. Замечательно, поразительно, гениально. Я хочу рассказать вам суть обмана. Есть некие люди, они находятся, скорее всего, в каждом субъекте нашей огромной страны. Это целая мафия, которая отслеживает ваши социальные сети и каждый день смотрит фотографии, видеозаписи. Ну, в основном популярных людей, но также могут зайти к любому человеку. Желательно, чтобы он не разбирался в юриспруденции. Главное, что им нужно, это зацепка на какое-то мелкое хулиганство или какое-то, возможно, для них правонарушение. Все, это для них лакомый кусочек, где они представляются представителями компании, приезжают к человеку, ну, тайком, и начинают очень жестко требовать с него денег за якобы причиненный вред их организации. Так и случилось с моим другом, к нему приехал этот двухметровый слон, зашел к нему в квартиру, начал все снимать, требовать паспорта. Да, реально люди, которые плохо знают законы, поддаются такому давлению и отдают максимум то, что у них есть. Так и оказался мой друг в такой ситуации. Единственное, ему повезло, что у него не было на руках 10 тысяч, так бы он их отдал. В основном эти мошенники требуют круглую сумму. И мне сразу стало ясно, что что-то здесь неладное, почему не плюс-минус. Все эти вопросы я решил задать самому человеку, который приехал к нему домой. И посмотрите, что из этого вышло. В предвкушении, что же будет дальше? Предыстория. Недавно, ну как недавно, уже месяц назад, мы сняли с моим другом видео про то, как самокат плохо тормозил. И очень опасно на нем было ездить. Мы показали, что на нем невозможно будет припарковаться спокойно. Не то, что припарковаться, можно и в кого-то въехать, там, в ребенка, в столб, в машину. Но это было очень опасно. Мы этим видео хотели показать, что самокат неисправен. Ну и поставили, все нормально. То, что мы задели, мы подняли сразу. На видео видно, что упало всего два самоката, и то они все упали в траву. Мы сразу же их подняли. И заранее хочу от своего лица и от лица своего друга извиниться перед организацией самокатов. Возможно, мы задели каким-то образом или неправильно себя показали с нашей стороны. Но сразу заявляю, что мы все видели. Ни один самокат не пострадал. Все, в принципе, стало нормально. Мы уже сообщили о той поломке. Мы его взяли уже таким, без тормозов. Он реально очень плохо тормозил. Надеюсь, его уже починили. Но суть не об этом. Я выкладываю это видео, и мне пишут в комментариях, так как у меня аудитория большая, у меня есть не только люди, которые меня любят. Есть также люди, которые хейтят меня. Также есть один хейтер постоянный. Он прямо на постоянной основе пишет мне, что бы я там ни делал. Не пел, танцевал, готовил. Говорит, что я делаю все плохо и ужасно. А он делает это прекрасно. И тут же он мне пишет, что заявление подаст в МВД на порчу имущества. Я подумал не обращать на это внимание, так же, как и на остальные его комментарии, потому что те не лучше. Присоединились еще некоторые аккаунты к нему. И я также подумал, они фейковые, не стал обращать внимания. Но после звонка я начал задумываться, а не связано ли это все. И решил приехать к моему другу. Мы сели в мою машину и начали обзванивать этих мошенников. Я представился как адвокат. Сначала говорил мой друг. Ну и начался полный цирк. Смотрите. Пошел. Стоит этот тамбал. Я хотел мимо него пройти, он так рукой меня. Ху**, блядь. Говорит, ты меня уже снимаешь даже, да? Не интересно. Он такой говорит, это, блядь. Типа, мы с самокатов пришли. Типа, я наемный этот. Я так вообще его, короче, не понял. Вот, он говорит, сейчас, говорит, пять тысяч мне отдашь, говорит. И я не знаю, типа, на этом адресе вы, типа, уже не живете. А домой как он к тебе попал? Ну, он прошел со мной. Я наверх стал подниматься. Ну, ты его сам позвал? Или он за тобой пошел? Нет, он просто сам за мной пошел. Я говорю, сейчас я соберусь, он за мной пошел. Вот, он поднялся наверх. И, короче, получилось так, что, это, моя в туалет пошла. Он мне говорит, говори на видео, если я не скажешь, я тебе, говорит, пи***м. Типа, что ты деньги отдашь. И мне пришлось на видео сказать, что я деньги отдам, да. На видео, да? Да. А так бы, ведь, мне не охота было бы... Типа, он снимал на телефон. Да. Два видео он снял. Ну, он реально так сказал. Да. Типа, получишь, если не скажешь. Да. Он реально так сказал. Он говорит, бред, вообще. Ну, давай я ему сейчас позвал. Блин, если бы в ответ какое-то видео снимать, он уже вообще где-нибудь сидел. Он сказал условия. Ну. Он сказал, либо деньги, говорит, мне отдаешь, я скажу, затираю этот весь вопрос. Либо едем в полицию, говорит, документы. Я говорю, поехали в полицию, он говорит, а пять тысяч, говорит, есть сразу? И уже про полицию вопрос закрыл. Ну, вы. Он говорит, пять тысяч мне отдаешь, говорит, и мы этот вопрос закрываем. Ну, вот, видишь, начал торговать. Даже моя слышала. Вот. В общем, скажи, если денег нет, как-нибудь по-другому решить вопрос. Если что-нибудь еще скажешь, скажи, а если вообще закрыть тему для первого раза. Ну, так, по-доброму общайся. По-своему, как он будет общаться. Я с чего подключусь? Ну, а че, нам это для доказательств нужно же? Давай. Громко это. Вызываемый абонент недоступен. Ваш звонок был переадресован на голосовой почтовый ящик. Ну, почему такая фигня? Он спать лег, у него рабочий день закончился. Он же не только с тебя бабку выбивает. Давай ты ему позвоним. Давай. Сейчас, секунду. Вот он, его номер, сейчас. Вот, тут только что будет. Вот он, его номер, короче. Угу. Звоним второму. Так правильно звоним, подписчики, не путайтесь. Ладно. Так. Оп. Сейчас будет интересно. Спроси, я есть, бежать. Алло, здорово. Алло. Алло. Никит. Ты что ли? Да. Это Санек звонит, к которому сегодня человек от тебя приходил. Ага. Вот. А если у меня не получится деньги отдать, то как мы можем вопрос решить? Никак. В смысле никак? Ну, хуже только потом будет. Лучше мирно решить. Ну, в смысле мирно решить? Ну, чё он, п*** ей даст или чё? Без мусоров. Без мусоров это как? Мирно. Бабки отдаёшь, всё. Ну, а если не получится отдать, то что мне делать? Ну, тебе в ближайшее время ничего не делать, мы будем всё делать. Ну, в смысле вы будете что-то делать? Ну, что, это уголовка. Порт чужой мыши. Первое, к чему мы можем придраться, когда мы с ним разговаривали по телефону, ну, сначала говорил мой друг, тот ему сказал уголовное дело. И очень сильно ошибся в этом плане. Вообще, что такое порча имущества? Это очень большое дело, которое требует очень сильной экспертизы. Проводится она долго, не быстро. Этот процесс длится, бывает, и неделями. Надо доказать, к какому именно кодексу относится данная статья. Потому что она существует как в уголовном, так и в административном. И это две разные статьи. Что касается уголовного дела, это 167-я статья, которая подразумевает собой нанесение вреда или приведение в полную неработоспособность какого-то чужого материала. Главное, чтобы именно было понятно, что ущерб нанесён на более 5000 рублей. Раньше это было 2,5. Сейчас подняли, и уголовное идёт от 5000 рублей. Если такой вред нанесён, проводятся экспертизы, и тогда уже обговаривается либо штраф, либо лишение свободы, либо принудительной работы. Но это уголовное. Если это административное, это статья 7.17, это всего лишь кодекс об административных правонарушениях. И там, ну как вы уже поняли, нанесение вреда до 5000 рублей. И всего лишь за это наказание штраф от 300 до 500 рублей. В этом, понятно, была его неграмотность, потому что не было никакой экспертизы. Они уже сказали, что это уголовщина. Я так понял, что человек точно не является сотрудником самокатов, и это настоящий мошенник. Я заулыбался, когда он начал говорить, и очень прекрасно внутри понимал, что люди нагло врут. Тем людям, которые они думают, что они обманутых, и которые им поверят. А таких поверьте много, и моё видео специально для вас. Не ведитесь никогда, лучше наймите адвокатов, или хотя бы людей, которые более-менее разбираются в юриспруденции. Позвоните этим людям сразу, потому что у нас есть привычка верить тем людям, которые могут красиво говорить, со строгим взглядом, и бояться их не обязательно. Знаете, у вас есть также свои права, которыми вы можете воспользоваться. Всегда. Обычно мошенники подготовлены к любой операции и максимально штудируют её. Но здесь даже я, уже давно закончив институт, больше понимал про нормы, про законы, и когда разговаривал с ними, в глубине души смеялся над их юридической неграмотностью. Ладно, это я понял. Но если денег не будет, то что мне делать-то тогда? Ну, это ты будешь за Гаспаром решать, а он у нас стёклс решает. Если денег не будет, там уже мусора подключатся и тому подобное. Не, это я понял. А если, ну вот, а тот самокат вообще нашли, на котором я был? Ну, конечно, там всё, все самокаты нашли, которые пострадали, и которым кто-то ездил. Ну, хорошо, а если, а? Это вот, что-то я просто не расслышал. Это, а когда нашли их самокаты-то? Сегодня. В смысле сегодня? Мне ночью видео скинули, я скинусь видео, искал, всё, поливал. Это было-то не сегодня. Ну и мы эти самокаты нашли сегодня. Нам это видео скинули. Это миллиард раз уже перепл***ли. Их реально, миллиард раз на них уже много людей проехалось. И ты хочешь сказать, что я их сломал? Я не говорю, что я их самокаты-то. И ты хочешь сказать, что я их сломал? Я не говорю, что я их самокаты-то. Я не говорю, что я их самокаты-то. Ну, а зачем тогда с меня вот, серьёзно? Ладно, я там отдам деньги, но нафига 10 тысяч с меня просить? В смысле, нафига? Ну, они сильно пострадали. Да какая разница, это наше имущество. Ты понимаешь, что если мы напишем заявку, тебя снимут намного больше? Можно теперь я? Не, это понимаю. Ладно, хочет мой адвокат поговорить с вами, но просто, ну, всё мирно решить. Ну, давай, мы тебя мирно стараемся решаем. Я понял. Так, здравствуйте, меня Андрей зовут. Статья по порче имущества. Знаете, знакомы? Ознакомились со статьей по порче имущества? Видео когда сделано было? Я без понятия, когда оно было сделано, оно было выложено вчера. Ага, вчера. А если мы его через 8 лет выложили? Как это? Ну, большая разница. Как это? У них нет мозга. Итак, первое попадание по мошенникам было, услышав, что дело всё-таки относится к уголовным. Хотя оно не доказано ни там и ни там. Ни в административном, ни в уголовном. Ну, а что по срокам? Ведь мы знаем, что если это административное правонарушение, то если сроки пройдут, также эта экспертиза подтверждается, до 3 месяцев, то есть от 3 месяцев и всё, нарушение снимается автоматически. То есть, знаете, если вы за 3 месяца нанесли вред какому-то имуществу, и спустя 3 месяца никто на вас не подал заявление, то оно автоматически не вступает ни в какую силу. Что касается уголовного, то срок, конечно же, побольше, потому что размеры и масштабы могут быть большими, также экспертиза проводится гораздо дольше. Это 6 лет. И когда наш мошенник сказал, что ему прислали видео сегодня, и он получил эти самокаты сегодня, и я сказал ему, что видео я мог выложить через 8 лет, он мне сказал, какая разница. Ну да. А если бы через тысячи лет, так же бы привлекли к ответственности. То есть миллиард раз уже проехались потом, да? Типа они уже там все переломаны, уже не подлежат никакому... Вы сейчас что хотите отменять? Вы хотите поговорить, позвоните сам, там номер Гаспарова, Гаспарова, 5 лет. Кто такой Гаспар? Можно, пожалуйста, по должностям? То есть мы сейчас с предпринимателями говорим, или вообще с кем? Вот можете представиться? Вам это не должно, типа, на самом деле мы говорим. Так, а... Сотрудниками. Сотрудник. То есть оператор, да, обычно вот это вот? Вы самокаты предоставляете? Или что? Вот мне просто интересно, я с владельцем бизнеса, франшизы говорю сейчас. Нет, с вами владелец бизнеса разговаривать не будет, он все делает через сотрудника. Ну, вы сотрудник. Ну, допустим, соответственно, так. Допустим или сотрудник? Кто? А это не должно касаться вас. Ну, хорошо, а вас не должно касаться, что человек сломал их. Он их не сломал, потому что... Вышли, блядь! Да что ты материшь, сотрудник, ё-моё? Ну, проявляй уважение. С тобой человек уважаемый, говорит. Ты, блядь, пользователь, который нам упортит, наши имущества. Ты что, на вы должны еще обращаться? Ну, конечно, блин, я же пользователь, сотрудник. Я просто разговариваю, как хочу, блядь, понял? Ну, нифига себе ты как хочешь. Мне кажется, ты бандит вообще, а не сотрудник, понял? А что ты звонишь туда? Я заявление на тебя буду, в первую очередь, писать. Давай, давай, сейчас и напишем, завтра все уже сняли. Все, весь твой разговор попал на все камеры, братан. Какие камеры, блядь? Как ты разговор на камеры? Мы все записали. Твои угрозы, угрозы Гаспара, что вы вломились к человеку, просто днем пришли. Вы кто такие вообще? Вы что себе позволяете? Я не понимаю. То есть, завтра будет в отделе полиции на вас записано заявление, предоставлена видеозапись, где мы общаемся. Все, вы, парни, попали просто. Ребят, тут поедете больше, поверьте. Мы верим, поверьте и вы. Я передаю. Давай, Гаспара номер, да? Да. Гаспара номер, да? Надо записать. Извините, связь прервалась. Когда я выводил мошенника, ну, Никиту, или как там его зовут, первого, на чистую воду, он начинал нервничать и переходил на мат, на оскорбление. Вот это я и считаю уголовная ответственность. Во-первых, то, что они нас обманули всех. Во-вторых, их угрозы, а это угроза жизни человека, и это определенная статья Уголовного кодекса, вот это реальная статья. Ну и третье. Он постоянно ссылался на какого-то Гаспара, видимо, человека, который к нему приходил. Он у них такой, знаете ли, богатырь, который решает любой вопрос. Позвонил я этому Гаспару, и мы также обсудили все нюансы. Поначалу он начал разговаривать со мной, как настоящий бандит. Ну а потом дал заднюю и начал уважать меня. Алло. Да, это который представился, что отношения не имеют к фирме, а просто наемный, да, какой-то там обычный человек. Он подошел к Александру, сказал, что я наемный. Я не сотрудник. Александр тебе вырос, потому что на видео, которое он снимал, там все что-то слышно, потому что он представитель компании на самокаче. Представитель. Ну да, пусть тогда позвонит, пообщаемся. Да, пообщаемся. Угу. Я до дома не дойду. Нет, ты меня хоть до дома довези. Ну подожди. Подожди, ну мы должны как бы это, твои права отстаивать. Не, ну потом ты меня домой там... Ну нифига материться со мной там вообще. Единственное непонятное то, что у них не доказали, что вы сломали этот самокат. Да много что непонятное. Ты видел, что он начал очковать в конце? Да. Когда ты сказал, как вы так записали? Что записали? Ну типа, что на эту записали, на голосовой все. А, ну да. Ну да, кстати, а как вы записали? Да, алло. Гаспар? Да. Сказали, что позвоните, мы уточнить хотели. Хорошо, можно ваше удостоверение узнать, кто вы? Сейчас вы предъявите что-то. Ваш сотрудник службы безопасности. Службы безопасности. Удостоверение есть. Потому что он представитель компании на самокате. Представитель. Ну да, пусть тогда позвонит. Ваш сотрудник службы безопасности. Уважаемый юрист, адвокат МНИМИ. Мы можем с вами посетить по-простоу. Завтра я пойду напишу заявление, предоставленное видео к материалам, которым видно все. И будет в дальнейшем разговор и со мной с прохвалительными органами. Да, спокойно. В дальнейшем, в дальнейшем, вы слышите, пожалуйста? В дальнейшем, чтобы вы не обидели нашему сотрудникам, другому, можем разговаривать с вами, да, вот позавтра. Вот, как верно и бритвы, как вам удобно. Я вообще-то так пообщаюсь. Если, как бы, он хочет ими, что для нашего разговора мы сделать. Ну, пожалуйста. Да мы только за. Мы по закону хотим действовать. То есть, предоставляйте видео. Если это примут за порчу имущества, мы не против возместить какой-то ущерб. Но чтобы приезжать и вламываться, как вы сегодня сделали, в квартиру, фоткать там что-то, снимать на видео, это нарушение всех законов и прав человека. Родной. Которым он меня сам зовет. В смысле? На чаек, да, попить? На чаек попить, да? Я пошел одеваться. Одеваться человек пошел, говорит. Одеваться. А вы пошли как бы следом за ним. Ну, какой я дурачок-то? Ну, че так общаетесь-то? Я не понимаю. Ну, в смысле дурачок? Ну, в смысле дурачок? Это оскорбление личности, между прочим. Ну, хоть законы какие-нибудь почитайте. Ты угомонишь свои таланты? Какие таланты? Ты в девяностых живешь? Ты слушаешь? Слушаю. Слушаю. Я слушаю. Я не могу, что ли? Ну, слушаю. Так, подожди. Подожду. Мы можем с тобой, пожалуйста, идти и пишите заявление. Можем, если вы считаете, что это неправильно, пожалуйста. Я там просто пишу заявление, прохождение органов, прямокладываю видео. Если что, ты имеешь в виду моих правах про делоправные действия, у меня есть сведения, все в стиле моих подшаговые действия, и все мотоколоры с ним. Я понял. Если у нас есть претензион, что я так не хочет исправить, дай мне ему дай трубочку, и он мне скажет. Он с вами обговоренности уходит назад депутат, мы будем в принципе законы с тобой, и без его доверенности я разговаривать не буду. Угу. Ну, че? Если он хочет разговаривать, если наша обговоренность, не говори, что он мне надо сказать. Пусть он оставит его трубку, пусть он мне скажет. Я завтра буду перейти в рамках закона, пожалуйста. Я понял. Договоренность, то есть она не в рамках закона, да, происходит? То есть та сумма круглая 10 тысяч, это кто? Ему обозначили в рамках собственники, как собственники самоданности. Если есть какие-то проблемы, то, пожалуйста, мы можем это... То есть испорчено именно на эту круглую сумму, или плюс-минус все-таки? Видео видел? Я извиняюсь, что на тень ты видел? Да. Видео видел. Отлично. Я с тобой померял, а мы с ним померял. Если ты хочешь со мной позвонить, я завтра с утра уже езжу заявление писать. Конечно. Ну и все. Тогда мы в ответку напишем. Ладно, спасибо большое, было приятно пообщаться. Хорошо. Я завтра обращаюсь к вам. Хорошо. Удачи. Надеюсь, вы победите. Все, до свидания. Конечно. Давайте. И сколько бы раз они за телефонный разговор не сказали, что дальше нам будет только хуже. На нас пишется куча заявлений во все полицейские участки. Ни одного заявления так с их стороны не было и написано. С моей же стороны я решил так же пока оставить без заявлений, потому что на мою сторону особо никаких покушений не было. И решил сделать более правильно. Так как у меня есть какая-то аудитория, я не стал оставлять этот вопрос сзади, а решил его оповестить на весь YouTube, чтобы люди понимали, что так же могут прийти просто ворваться к вам в дом какие-то наглые хари, которые будут требовать с вас какие-то деньги, которые они никогда в жизни не заслуживают. Знайте это, и благодаря мне вы поймете, что не нужно с ними связываться, а решайте сразу вопрос через камеры, начинайте снимать их, говорите, что сейчас позвоню в полицию, вы кто такие, вы бандиты. Да, возможно, большинство из моей аудитории понимают, что их так просто не проведешь. Но вы понимаете, они хорошие психологи. Они знают, как разговаривать, как поставить речь. Они играют хорошего и плохого полицейского. На этом контрасте они вывозят, приезжают сначала хороший, говорит какой-то человек, давайте по-хорошему решим, потом после него плохой. Или наоборот, скорее всего, даже бывает наоборот. Сначала к вам приедет плохой дядечка, скажет быстро, вы в панике можете что-то там подписать, отдать, отдать, сфотографировать, как сделал мой друг, там, паспортные данные. Ни в коем случае этого не делайте. Вас будут манипулировать вами, как марионетками. И это в последнее время развивается, поэтому об этом нельзя молчать. Я решил на своем канале оповестить это. Дело это все закончилось тем, что я сказал, что мы записали все разговоры, и ребята попали на огласку, по крайней мере, моего канала. На следующий же день ничего не произошло, а вот через день, с утра, я еще не успел выложить вот этот ролик, который вы сейчас смотрите, пришли два человека с битами к моему другу. Они же знают, где он живет. Сказали, удаляй все записи, и мы забудем все наши разговоры, которые были до. На самом деле, мой контент становится более таким опасным. Вы можете спросить меня, страшно ли мне сейчас это снимать, и для чего мне это нужно. Возможно, чуть-чуть какие-то страхи есть, это нормально для любого человека, но я считаю, что мое дело, как блогера, оповещать такие ситуации, которые противозаконны. Я в будущем еще планирую заниматься политикой, очень серьезно, сильным направлением, поэтому я не могу пройти мимо, промолчать, когда происходит это вокруг меня, и я не хочу, чтобы это происходило вокруг вас. С битами они пришли, он от них убежал, но прикол был в том, что они также хотели задавить, чтобы никто об этом не узнал. А каждый день, представляете, они ездят по всем домам, не только в этом городе, и собирают по 10, по 20, по 30 тысяч. Но они смотрят на обстановку, кто побогаче живет, а люди отдают, люди боятся, потом удаляют, трясутся, думают, реально сотрудники приехали. Но поверьте, сотрудники делают все по-другому. Они решают все либо через закон, либо по телефону договариваются, приносят повестку, и уже как-то в судебном разбирательстве все доказывают свои права. Здесь же был полный кошмар из 90-х. Я думал, честно, в наше время такого уже нет, а если есть, то где-то прям совсем... Совсем не здесь, где-то там вдалеке и по чуть-чуть. Но когда это я увидел своими глазами, прочувствовал через себя, мне жутко не понравилось. Поэтому я хочу, чтобы вы поделились этим видео со своими друзьями и никогда не попадались на таких мошенников. Надеюсь, что у вас все будет хорошо, и вы с ними никогда не встретитесь. А еще надеюсь, что их станет либо меньше, либо они исчезнут вообще. Таких людей... Не знаю, как носит этот мир, но понимаю, что расплата придет и к ним рано или поздно. Хоть и в этой реальности, хоть и не в этой, но придет, и, поверьте, им будет еще не слаще, чем всем тем людям, к которым они ездили. С вами был Патриот. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось, поставьте лайк, подписывайтесь. Ну и всем удачи. Я вернулся. Будет скоро много роликов. Пока. Боритесь за свои права.